В Кировском дендропарке прошел городской слет юных знаток природы 2012. Какие испытания ждали юных любителей природы узнала Милана Поварницына. Слет юных знатоков природы среди красоты дендропарка стал уже традиционным и любимым у детей и их родителей. Каждый год в нем принимают участие более 50 образовательных учреждений. В этом году в первом потоке участвовали дети дошкольного возраста из 17 учреждений. Цель соревнований не просто пропаганда здорового образа жизни и выявление лучших команд знатоков родной природы. Еще раз мы говорим о том, что надо обращать внимание на окружающий мир. И те базовые знания, которые мы даем именно в маленьком возрасте, ребенок пронесет в течение всей школьной жизни, может и последующей жизни. В этом году след юных знатоков тематический. Он посвящен 180-летию Ивана Ивановича Шишкина. Символом каждой станции стала картина Шишкина. И названия соответствующие. Сосновый лес, березовая роща, дорога, камень. И все вопросы для юных знатоков связаны с тем, что изображено на картинах. Так на станции Камень педагоги-организаторы испытывали ребят на знании неживой природы родного края. Дети определяли минералы, их предназначение и пользу, которую они приносят. На болоте им тоже пришлось потрудиться. Узнать птиц, которые живут в болотной местности, и то, чем они питаются. В березовой роще в центре внимания детей оказались деревья. Тут и загадки надо было отгадать, и в народных промыслах сориентироваться. Чтобы ответить на все эти вопросы, ребята заранее готовились. Очень много читала. Читала, что в болоте находятся пиявки и лягушки. Еще читала, что там есть ракос и много всего красивого. Я очень люблю ходить с бабушкой, ездить с бабушкой на дачу. У нас там рядом есть болото. Там оттуда из нашего сада слышно кваканье лягушек. Самой любимой у многих ребят была станция дорога. Целью педагогов стала подготовить ребят к походам, научить правилам безопасного поведения на природе. У енота Енотовича ребята отгадывали, какие вещи нужно взять в поход, а какие оставить дома. Также по картинкам дети определяли вид туризма. Пешеходный, лыжный, водный, велосипедный. Еще ребятам знакомим с картиной «Шишкина дорога» и работаем с этой картиной. Ребята должны определить по этой картине, как будут обозначены на топографической карте те или иные объекты, как будет дорога обозначена, как будут обозначены кустарники, хвойный лес. Форма конкурсной работы была построена так, чтобы ребята не просто соревновались, но и открывали новое – об экологии, краеведении и природе. Я узнала, что в поход не берут сумки, а берут рукозаки, чтобы руки были свободны. А камешках я узнала, что галька она гладкая. Милана Поварницына, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область.